Подвесной мост через реку Еловица, который совсем недавно появился с Меркино, местные жители в шутку успели окрестить Бруклинским. Новоиспеченная достопримечательность поселка, хоть и в разы миниатюрнее своего заморского тезки, в масштабах этого населенного пункта его необходимость не менее велика. У нас на той стороне речки находится улица нашего поселка, улица имени Ульянова. Там проживает где-то в пределах 20 человек. Кроме этого, на том берегу находится в пределах 40 участков частных огородов, жителей наших многоквартирных домов, которые тоже пользуются услугами вот этих старых переходов. Есть у нас дорога для автомобилей, но она находится очень далеко, где-то в пределах двух километров, если так делать приходится крюк, поэтому этот мост очень необходим и очень нужен. Предшественник нового моста теперь скромно держится в сторонке. Сколько на своем веку эта переправа повидала ремонтов и не сосчитать. Каждую весну во время паводка течением уносило добрую половину конструкции. Ремонтировать приходилось собственными силами, поэтому профессию моста строителя успела освоить практически вся мужская часть населения поселка. Забивали сваи, с плота делалась, как в простонародье называется, бабка деревянная. Колотил, колотушка. И с плота забивали, начинали. И с одной стороны к другой погнали. Ну, молодежи как бы мало остается в поселке, уже в возрастах всех. Уже тяжело колотушку колотить, там заколотить нужно было порядка двух метров, плюс высота его, чтобы достать все это дело. И уже сложно было, да. Решить проблему раз и навсегда с Меркинцем помогло участие в программе поддержки местных инициатив. Мост стоимостью более 750 тысяч рублей построили в складчину. На средства областного местного бюджетов спонсоров. 5% от общей суммы по условиям участия в программе собрали с населения. Мы очень довольны таким мостом. Мы дряхленькие. Тем мостиком боялись ходить, а теперь нам очень нравится. Очень хорошо, да. Потому что с собой сторончиков поддержаться можно. Очень я довольна тоже мостом. Ну, пришлось, ходила вот по этому мосту и в магазины, на медпункт. И часто приходится ходить. Ну, все хорошо. У меня соцработник. Я хожу три раза в неделю сюда. И, конечно, было очень проблематично из-за этого моста. Особенно по веснам, по осени. Мостик был изломан, и он за зиму ломался полностью. А с этим мостом, конечно, очень удобно, очень хорошо. Даже можно ездить на Лоскине. Я езжу. Очень хорошо. Надеемся, что надолго. Всю нашу жизнь хватит. Немножко ремонтировать только придется. А так все хорошо. Подвесной мост – не единственное совместное детище смиркинцев. Также за последние несколько лет в поселке построили новый водопровод, установили автобусный павильон и заасфальтировали один из жизненно важных участков дороги. Принять участие в программе поддержки местных инициатив здесь планируют и в следующем году.